Радио Свобода 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 бы периоды ельцинский и путинский, потому что все-таки Путин был преемником Ельцина, выбранным и де-факто Ельцин назначен. И когда мы говорим про конституции 1993 года, то надо также понимать, что в ней во многом уже были заложены авторитарные тенденции, позволяющие президенту максимально полностью задействовать административный ресурс. И поэтому, конечно, корни путинского в начале авторитарного режима, который фактически привел страну к однопартийной диктатуре, а в итоге к его личной диктатуре, они были заложены еще в 90-е годы, когда власть реально продемонстрировала, что выборы не могут влиять на конфигурацию этой самой власти. То есть уже в 96-м году стало совершенно очевидно, что вопрос верховной власти в России будет решаться не на выборах, а в результате каких-то закулисных сговоров олигархических чиновник и групп и силовых структур. Ну и в итоге, естественно, вся эта конструкция с самого верха распространилась и уже на выборы местные, муниципальные. Конечно, представить себе даже 10 лет назад, что, скажем, депутата местного заказа собрания может просто изгонять голосованием, а всенародно избранного мера могут просто снимать те же депутаты, было невозможно. То есть практически мы пришли уже к достаточно цельной структуре диктаторского плана и, к сожалению, никаких вариантов мирного перехода вот этого режима к какой-то новой конструкции не вижу. Виктор Леонидович, ну вот видите, уже здесь у нас дискуссионный момент явно проявился. Гарри Кимович говорит о том, что невозможен мирный переход, выборы не могут влиять на конфигурацию власти. Каков ваш взгляд вот на эти тезисы? Во многих оценках, которые сейчас прозвучали, я с Гарри Кимовичем согласен. Я думаю, что то, что творится, может вызывать или, извините, омерзение, или насмешку. Вроде этого охранника, который стал губернатором. Но до этого он успел побывать генералом и участвовал в аннексии Крыма. Естественно, естественно. А это не шутки. Проверенный человек. Но дело же не в этом. Это частность, мелочь. Я думаю, что гораздо важнее то, что, собственно, даже в ту Конституцию, которая, я согласен с моим оппонентом, что она содержала в себе очень много подводных камней, очень много капканов. Но, тем не менее, в ней были и остаются некоторые позитивные моменты. И абстрагироваться от них, отталкиваться, отбрасывать их и ориентироваться на немирный путь, я думаю, это очень глубокая ошибка. Потому что я не представляю, где возникнут те силы, которые совершат вооруженный переворот, восстание, которое могло бы привести к каким-то действительно демократическим сдвигам. Это, на мой взгляд, иллюзия. И хотя разговор о будущем, разработка сценариев... Знаете, когда-то в юности я очень любил научно-фантастическую литературу, и как игра ума это все очень здорово. Но важнее в нашей сегодняшней действительности найти те элементы, те зародыши, те черты, которые могут повести к тому, чтобы изменить этот режим. В том числе и опираясь на некоторые главы Конституции, неработающие, спящие, первая и вторая главы. Но мне за эти главы не стыдно. Виктор Ильич, так вы за то, чтобы идти на нечестные, фальсифицируемые выборы, я правильно понимаю? И я за то, чтобы идти на те выборы, которые сегодня в России существуют, которые содержат в себе разные возможности, и попытаться эти возможности использовать. Я думаю, что, в частности, самое участие в выборах является формой мобилизации тех сил, которые могут и должны быть консолидированы, и которые могут и должны сыграть определенную роль в переходе. Сегодня, я должен это констатировать, эти силы слабы. Значит, их надо сделать сильнее. Каким образом это сделать? Отталкиваясь, отбрасывая выборы? Я думаю, что это дурной вариант. Хорошо, давайте дадим слово Гарри Каспарову о выборах, прежде всего. Довольно забавно слушать, как бы, вот это откидное изложение важности выборов. Такое ощущение, что мы слушаем такую мыльную оперу, какую-то там, 295-ю серию. Возвращает меня, там, в годы молодости, вот, 90-е годы. Тогда была СПС «Яблоко», надо было объединяться. Но тогда действительно были выборы, хотя ясно уже стало в тот момент, что верховную власть не отдают. Тем не менее, был действующий парламент, государственная дума, она даже как-то импичмин пыталась изображать. Но сегодня, мы, кажется, живем в несколько иной реальности. Выборы, вообще, и снова давайте договоримся о терминах, это попытка изменить власть. Выборы власти власть не меняют. Поэтому давайте не использовать это слово в шуи. И давайте не вводить людей в заблуждение. Многолетняя практика участия в фальсифицированных выборах привела к тому, что мы сегодня имеем. В 90-е годы, даже если мы возьмем 2000-й год, вот, приход Путина к власти, все-таки Россия была в тот момент большими, можно сказать, допущениями. Страной, в которой существовало демократическое законодательство, была свободная пресса, опять, был парламент, который был в состоянии делать, по крайней мере, демарши. И вот 15, уже 16 лет, вот, одна и та же тема, вот такая, повторяемая о том, что вот нам нужно использовать возможности, которые дают выборы, они позволили власти, путинскому режиму, эволюционировать, или, правильно сказать, деградировать. Из такой вот очень слабой демократической структуры, с ярко выраженной авторитарными тенденциями, сначала к однопартийной диктатуре «Единой России», а теперь к единоличной диктатуре Путина, в которой, ну, пропаганда сегодня является достаточно откровенно фашистской. Я не понимаю, о чем мы сейчас говорим, о каких выборах в 2016 году или в 2018 году. Все, что происходит, это по существу попытка увести людей от обсуждения реальных проблем. На выборах эта власть не меняется, и это всем понятно. И поэтому не надо лукавить, не надо делать вид, что вот сегодня мы добьемся очередного объединения, там, яблоко с Парнасом, Парнас еще с кем-то. Власть контролирует процесс настолько, насколько она считает это нужно. А тема выборов, она очень-очень выгодна, потому что, во-первых, она позволяет отвлекать людей от обсуждения реальных проблем, а, во-вторых, она позволяет сохранить некоторые иллюзии демократического процесса, которые очень важны для путинского режима в играх с цивилизованным миром. Потому что не прекращаются попытки все-таки добиться снятия санкций, и поэтому наличие вот так называемой оппозиции, которая продолжает участвовать в фальсифицированном процессе, вот в выборном балагане, это тоже очень важный, важный кремлевский аргумент в диалоге, который, кстати, не прекращается, как минимум закулисный, с западным миром. Кроме того, сегодня Кремлю исключительно важно участие так называемых оппозиционных партий в выборном процессе, потому что по законодательству они вынуждены будут выставлять списки и в аннексированном Крыму, что де-факто делает их, безусловно, соучастниками этого преступления. А может быть, называть это не выборами, а неким избирательным процессом, который может привести, как в 2011 году, к, например, массовым волнениям и народным выступлениям, которые, так сказать, на какое-то время поколебали путинский режим. Почему исключать на такую возможность, как вы считаете? Так вот, очень важно, что вы вспомнили, на самом деле, 2011-2012 год, эти протесты. Вот в тот момент действительно, как бы, был момент, была возможность попытаться что-либо изменить, потому что достаточно значительное число людей были возмущены теми фальсификациями, и была энергия протеста, которая при объединении разных сил, именуемых себя демократическими, вполне могла привести к тому, чтобы власть пошла на серьезные уступки. К сожалению, к сожалению, этот протест оказался слит, потому что те лидеры протеста, которые могли влиять на его развитие, они согласились с косметическими реальными уступками, с возможностью участвовать в будущем процессе. И не будем забывать, что все-таки основным лозунгом болотного протеста, того, что было на болотной площади, на проспекте Сава, был лозунг «Это не выборы, это не дума, это не президент». Я попрошу Леонидовича, наверное, ответить. Значит, собственно, участие в выборах все-таки необходимо, особенно с учетом того, что сказал Гарри Каспаров по поводу Крыма, или нет? Я вообще не понял, каким образом пристегнут к его рассуждениям Крым. Как раз, на мой взгляд, чрезвычайно важно провести ту грань, которую дала нам действительность. Есть в России те общественные силы, которые четко заявили, Крым не наш. Эта позиция не пользуется в нашем обществе, особенно, мягко говоря, широкой поддержкой. Но, тем не менее, это принципиальная позиция. И обвинять, если такова была мысль Каспарова, обвинять демократов в том, что они соучастники крымской авантюры, по меньшей мере, нечестно. Но там было сказано немножко не так. Было сказано, что партии, которые примут участие в осенних выборах, они будут вынуждены выставить своих кандидатов на всей территории, которую режим считает своей, в том числе и в Крыму будет некий партийный список, в том числе, видимо, партии Яблоко или другой какой-то партии. Если мы посмотрим, что там будет с Крымом, во всяком случае, чрезвычайно важно в масштабе страны совершенно четко заявить отношение к крымской авантюре. Этого, на мой взгляд, совершенно достаточно на данном этапе. Потому что реальной физической силой вернуть Крым не только у российских демократов, но и у блока НАТО со всем его вооружением не существует. И какая бы то ни была силовая авантюра здесь невозможна. Но речь не о Крыме. Речь о принципиальных вещах, связанных с протестным движением. Вот в одной из публикаций Гарри Кимовича есть примерно такое рассуждение, что нельзя рассчитывать на верхушечный переворот, нельзя рассчитывать на протестные движения как таковое, а вот соединение этих вещей, это может повести к каким-то изменениям. Уж если я чем-то всерьез занимался, как следователь, как политик, это событие перестройки, постперестройки, Горбачевский период. Я могу сказать, что, конечно, неверно, будто бы Горбачев дал нам только гласность. Горбачев действительно шаг за шагом демонтировал важнейшие опоры коммунистического режима. В этом его заслуга. При всех его ошибках, недоговоренностях, неполноте, это великая заслуга. И, пользуясь случаем, где-то, по-моему, 1 марта Михаилу Сергеевичу исполнится 85 лет, круглая дата. Я хотел бы в эфире поздравить его с днем рождения и пожелать ему здоровья. Но опыт перестройки и постперестройки подводит нас к тому, что может и чего не может быть. Сейчас, по-видимому, ситуация хуже, чем на исходе коммунистического режима. В этом мы с Каспаровым согласны. Хорошо. Но, тем не менее, ликвидация авторитарных, деспотических, диктаторских, фашистских режимов происходила двояким образом. Или это было военное поражение, приходили интервенты, оккупанты и проводили Нюрнбергский процесс, который оказывал воспитательное влияние на общество. Или происходило размягчение диктатуры, как это происходило, допустим, во многих странах Латинской Америки, в Бразилии, в Аргентине, как это происходило в Польше и в ряде других социалистических стран. Как это происходило и в Советском Союзе. Вот, собственно говоря, я не вижу никакого другого варианта изменения, кроме как соединения протестного движения и определенных сдвигов сигналов сверху. Теперь, кто придет? С точки зрения Гарри Кимовича безразлично. Либералы или силовики? На мой взгляд, не безразлично. Хотя, к сожалению, это не в наших силах. Мы не можем на это оказать какого бы то ни было влияния. Но идея его, что надо разрабатывать сценарии, очень здравая идея, и по этому пути надо идти. Сценариев даже не два, не три, а значительно больше. И, скажем, его построение ни сценария, ни дорожной карты пока что не дает. Значит, второй вариант – это гниение режима, при котором изнутри, в элите, начинаются какие-то процессы. Никаких возможностей взять и более или менее уверенную в себе диктатуру свергнуть, иначе как путем внешнего воздействия войны, не дай бог, чтобы она когда-нибудь наступила. Так вот, никаких других путей, по-видимому, не существует. Значит, необходимо исходить из того, чтобы готовить те силы, которые сумеют, в отличие от протестного движения 2011-2012 годов, воспользоваться этим. Я не согласен с тем, что якобы лидеры этого движения – основные виновники того, что это движение было слито, как сейчас было сказано. Нет, оно было задушено, задавлено, потому что оно было слабеньким. А слабеньким оно было в силу известных причин, о которых говорить здесь долго и, значит, уходить в сторону. На мой взгляд, главное как раз и заключается в том, чтобы готовить организацию, организацию демократических сил, твердо заявивших, что для нее нет никакого другого пути, кроме мирного пути развития, кроме, в том числе, с использованием выборов, но не только выборов, а поддержки протестных выступлений, для того, чтобы в час икс, во время чек, как угодно его назовите, эти силы не были дезориентированы. Да, это интересно. Время без ВВП. Но у меня, знаете, какие сомнения здесь есть. Мне кажется, что очень сильно изменились за последнее время общественные настроения. Вот мы с Виктором Шеннисом были на конференции Левада-центра, и там очень любопытные данные появились. Весьма сильно увеличилось число россиян, которые считают, что Россия – это вообще не европейская страна. То есть 59% против 32%. Еще в 2009-2008 году пропорция была совершенно иной, то есть наоборот. Ну вот мы решили спросить, собственно, москвичей, почему россияне не могут жить, как в Европе. Давайте послушаем сначала ответ, и потом обсудим. Что мешает россиянам жить, как в Европе? Ну как что? Мозги наши российские. Мы особенные. Они живут очень правильно. А мы не привыкли так. Испокон века мы жили по-своему. И пускай нас не трогают. У нас не хотят много работать. У нас очень стойкий алкоголизм. Ну, такая российская натура. Очень много иллюзий о себе люди имеют. Пропаганда очень помогает людям создавать иллюзии. Они думают, что они какие-то крутые. Когда жизни не видели на самом деле, думают, что... Не, надо почаще смотреть в зеркало. А зачем нам жить, как в Европе? Им менять нужно гораздо больше, чем нам. Потому что им вообще там конец. По моему мнению, так вот внешне, визуально посмотришь, Европа умирает, там через 50 лет ничего не останется. Нам нужно как-то попытаться отказаться от своей нефти, начать развивать другие производства и все так. Правительство. Какой-то воровской менталитет. Лишь бы что-нибудь украсть и нажиться. Мы точно не хотим все сваливать на наше государство, на наше правительство. Путин молодец. Много факторов, на самом деле, которые мешают это делать. Ну, коррупция, конечно, все добавляет. Даже, да. Вот, но... А зачем нам жить, как в Европе? Мне правда, очень много факторов, которые мешают жить, как в Европе. В Европе давно сложившийся институт демократии. В России, в общем-то, его и не было. Попробовали в 91-м году. Получилось то, что получилось. А зачем нам жить, как в Европе? Скучно? Ну, вот, девушке скучно. Россиянам, видимо, весила одна война, другая война, третья война. И, тем не менее, Путин молодец, говорят некоторые. Я к Гарри Каспарову тогда обращусь. Гарри Кимович, учитываете ли вы в своих размышлениях и прогнозах изменения вот этого сознания россиян, да? Их антиевропейство сегодняшнего, приверженность, сегодняшняя приверженность к особому пути. Вот, любовь теперь к Путину, к римнашизму и так далее. Михаил, во-первых, все-таки я не могу оставить без комментариев длинный-длинный анализ моего оппонента, уважаемого Виктора Геонидовича. Там содержалось такое количество, на мой взгляд, неверных утверждений, принципиальных ошибок, начиная с оценки роли Горбачева. Но я понимаю, что в рамках одной передачи вступать в спор по каждому вопросу бессмысленно. Я хотел бы остановиться именно на ключевом моменте, именно комбинация протеста. Вот протестное движение, там, уличный протест и раскол элит. На самом деле, они всегда так или иначе совпадали. Потому что элита никогда не дернется против диктатора, если не понимает, что она слаб. Если не существует факторов внутренних и внешних, которые ослабляют позиции диктатора и делают его уязвимым. Вот примеры, которые Виктор Геонидович так щедро рассыпал, ну, они, конечно, просто, значит, там, были совершенно разными. Скажем, например, в Аргентине речь, конечно, шла о военном поражении. Это фольклэнды. Именно это привело к краху режима Гольтиери. Что касается Польши, это, в принципе, иная структура, потому что там диктатура держалась на штыках интервентов. И вообще восточноевропейские процессы напрямую с российским связываться не могут, потому что для восточноевропейцев коммунизм был привнесен извне. И поэтому там процессы шли, конечно, гораздо-гораздо более динамично. Теперь, что касается 2011-2012 года, это как раз и был момент, когда так называемые системные либералы вполне могли поддержать протест. И никто не знает, как сложилась бы ситуация, если бы в конце декабря назвать слабым протест, который вводил на улицу 120 тысяч человек, 24 декабря 2012 года проспект Сахарова. Я бы все-таки как бы не решился. Это был, безусловно, сильнейший протест. Он поколебал власть, и власть начала маневрировать. И, к сожалению, в этот момент раскол элит не произошло, ровно потому что эти так называемые системные либералы считают режим своим. И вот эти попытки снова разделить их на силовиков, на либералов, они все работают на укрепление режима. И, скажем, сегодня Кудрин выполняет куда гораздо более важную роль, чем там Патрушев или Бортников, ровно потому что вся работа, которая ведется сейчас на Западе, а я достаточно хорошо представляю объем вот этой лоббистской деятельности, она во многом связана с тем, что снова вытаскиваются как бы из Дафталина мифы о возможной трансформации, о том, что, может быть, даже Путин там уйдет, может быть, очередной Медведев будет, свобода лучше несвободы, и много других уже затасканных приемов, которые вкупе с прямым подкупом западной элиты, они имеют, к сожалению, определенное воздействие. Теперь, что касается изменений в настроении россиян, ну, ясно совершенно, что после подавления протеста в 2012 году режим перешел в совершенно иной, как бы, перешел к иному алгоритму управления. То есть большинство, как бы, вот этих демократических финтифлюшек были отброшены и начали использоваться, были задействованы самые жесткие методы, и, как бы, ликвидации протеста даже в зародыше. И здесь, конечно, пропаганда играет колоссальную роль. На сегодняшний день совершенно очевидно, что подавляющее большинство россиян, они просто зомбированы этой пропагандой, и, там, слышать какие-то, там, комментарии о том, как плохо в Европе, ну, мне кажется, комментировать, комментировать такие вещи излишни. И ясно, что пока режим сохраняет контроль за информационным пространством, ситуация меняться не будет. Это значит, она вообще меняться не будет, понимаете? Вот это такой тупик? Нет, она, опять, она принципиально зависит от того, насколько, насколько ухудшится экономическая ситуация. Именно в этом направлении интенсивные работают системные либералы сегодня, которые пытаются удержать финансовую ситуацию в стране, и провести максимально эффективную лоббистскую деятельность за рубежом. Потому что в какой-то момент, мы знаем из советской истории, все-таки холодильник начинает побеждать с телевизор. Это скорный вопрос. Все-таки, знаете, люди, мы видим даже по тем же опросам, они все-таки озабочены сегодня своим положением. И сколько люди будут терпеть, не знает никто. А учитывая путинскую, как бы, сверхцентрализованную структуру, по большому счету вопрос упирается в то, как долго будет терпеть московский средний класс, ну и ближняя Подмосковья. Потому что, по большому счету, все остальные протесты, они к политическим изменениям в условиях такой сверхцентрализации привести не могут. Хорошо. Виктор Шейнис, тогда вот ваш взгляд на эту проблему. Вечная борьба холодильника с телевизором, на которую надеется Гарри Каспаров, без, я так понимаю, выхода на избирательную кампанию. Вы знаете, вот этот гражданин, который там объяснял, что Европа загибается, идет к концу и так далее, это вообще надо показывать на Западе, чтобы у них не было иллюзий в отношении действия нашей пропаганды. Наше телевидение – это могучая сила. Ее воздействие совершенно неспоставимо с ситуацией начала века или даже с середины века. Вот таким образом исковеркать мозги для того, чтобы человек говорил, что черное – это белое, белое – это черное. Ну, что бывало в истории, пожалуйста, вам Германия от 30-х годов. Совершенно верно. Но, во-первых, это продолжалось в 19 лет, во-вторых, этому был положен конец военным поражениям. И, в-третьих, я, может, еще раз упомяну Нюрнберг, вот в какой связи. Глубоко уважаемый мною, к сожалению, рано ушедший из жизни, Коронид Любарский где-то в 90-х годах написал, что демократическая власть должна выполнить ту функцию, которую в Германии выполнили оккупационные войска. Ну вот, Гарри Кимович, собственно, об этом и пишет, кстати, в своей статье, о том, что нужна иллюстрация, открытие архивов и много разных полезных реформ, но после Путина. Вы знаете, что касается архивов, то это тоже преувеличение, потому что наши архивы были очень основательно открыты. Я был членом комиссии по передаче... А потом основательно закрыты. Это верно, но в то время, когда они были открыты... Кстати, не очень основательно. То, что открыто, в основном осталось открытым. И, кроме того, издано огромное количество документов. Какое влияние это оказалось? Слушайте, не так важно, сколько издано документов тиражом в тысячу экземпляров книга. Важно то, что за все время, за эти годы, не было ни одного сериала, например, о голодоморе и голоде, в том числе на территории современной России, не было ни одного сериала о красном терроре, не было ни одного сериала хорошего такого, чтобы люди смотрели о 1937-м годе, такого вот приличного. Миша, вы не правы. Их мало было. Ну, хорошо, мало. Мало было. Вспомнил, вспомнил, да, вруги первым. Но даже в путинское время выходили фильмы достаточно... И что? Так вот, я об этом не говорю. Значит, народу это все не нужно, не интересно. Я говорю, что... Он хочет жить при диктатуре. И, как убеждает нас Афанасьев, покойный и живой Пиловаров, сплошная колея, по которой Россия катится в тоталитаризм. Вы знаете, вы не упрощаете Пиловарова. Я писал о книге Пиловарова, и я показывал, что, собственно говоря, его позиция гораздо более сложная, чем у Юрия Николаевича, которого я говорил. Вернемся все-таки к теме. Так что же делать-то? А делать ничего другого не остается. Как... Знаете, когда-то я своим студентам говорил, что есть две модели поведения. Первая модель – это лягушка, которая попадает то ли в молоко, то ли еще в какую-то субстанцию, взбивает отчаянным образом лапками это самое вещество и превращает его в масло и выживает. И вторая модель – тонет человек, мимо идет его знакомый и говорит, не трать кум силы, опускайся на дно. Вот я думаю, что стратегия лягушки – это верная стратегия, но только тогда возникает вопрос, что же делать. Я думаю, что Гарри Кимович очень упрощает дело, когда он сводит к предательству либералов, и так далее. За этим мне видится некий большевизм. Слушайте, но у Люкаев действительно и Набиулина, и другие люди эффективно удерживают нынешнюю экономику от катастрофы. Вы знаете, я бы не хотел, чтобы наступила катастрофа экономики, потому что, во-первых, это задевает судьбы миллионов людей, в том числе и тех, которые одурманены нашим телевидением, и, во-вторых, потому что из экономической катастрофы отнюдь не демократия, и даже не тот прогрессивный реформатор в виде временного правительства, временной власти, на которую уповает Гарри Кимович, а вырастает новая диктатура со свежими зубами. Вот это интересно. Вопрос тогда Гарри Каспарова. Ну что, вот у вас действительно в вашей статье речь идет о некой временной революционной диктатуре, которая возникнет там после вот этого падения режима, ухода Путина, я не знаю, изменения позиций элиты, еще чего-то после того, как холодильник победит, телевизор. Откуда все это возьмется, вот это самое временное правительство? Кстати, было в России одно временное правительство, недолго удержалось, и до учредительного собрания даже не дожило, о котором вы тоже пишете. Во-первых, вот эта история с лягушкой, она, к сожалению, абсолютно не работает в российской реальности, ровно потому, что у нас уже есть определенный опыт. Мы занимаемся не теоретическими построениями, а анализом той ситуации, которая возникла. Вот как бы вот стоят фигуры расставлены на доске, какая позиция есть, с такой мы и играем. Вот сегодня, которую мы видим. И говорить о том, что надо продолжать делать какие-то вещи, которые в итоге привели к катастрофе, я не знаю, это, скажем, несколько отличается от попытки взбивать отчаянными усилиями масло. Хорошо, а как не продолжать? Где другая партия? Нет, подождите, давайте сначала все-таки доанализируем вот тот контекст, который привел нас в сегодняшней ситуации. Потому что сегодня в России диктатура. Вот все разговоры о том, что не дай бог, будет хаос. Не дай бог, эти либералы системные перестанут помогать удерживать экономическую ситуацию, и тогда будет хаос. Между прочим, если бы в 2011-2012 году произошла бы вот эта смычка протестного движения и той части элиты, которая понимала прекрасно, кто такой Путин, то не было бы, между прочим, нынешней катастрофы, войны, кстати. Между прочим, война-то уже есть. Война уже была, и война, пусть в таком, как бы, в таком медленном своем развитии, продолжается, продолжается в Украине. Огромное количество людей убито. Россия, Россия фактически начала международную агрессию. И это все происходит на фоне продолжающихся разговоров о том, что мы должны участвовать в этих протестах, чтобы как-то все-таки удерживать власть от совсем уж катастрофических действий. Совершенно очевидно, что это движение по наклонной плоскости, и дальше любые действия в этом же ключе, они будут просто убеждать власть в том, что все эти робкие попытки протестовать, они никаким образом не влияют на ситуацию. И именно поэтому я еще раз привлекаю внимание. На Западе участие российских так называемых оппозиционных партий в выборном балагане будет рассматриваться как де-факто оправдание крымской агрессии. Потому что путинский режим прекрасно знает, как это демонстрировать. Всем будет показано, что эти политические партии участвуют в выборах в том числе и в Крыму. И тем самым в России все эту аннексию Крыма поддерживают. Теперь говоря про будущее. Мы снова подходим к ситуации, когда у страны уже нету хорошего варианта. Ситуация реально будет гораздо хуже, чем и в 17-м, и в 91-м году. Нету того потенциала экономического, демографического, который был в 17-м году. Нету легитимной власти, которая все-таки была тогда Госдума, которая могла сформировать временное правительство. Ситуация хуже будет, чем в 91-м году, потому что нет уже того советского потенциала научно-технического, той инфраструктуры, которая позволила просто создать какой-то бесконечный список миллиардеров и паразитировать на том, что было построено в предыдущие десятилетия. Поэтому мы будем находиться в ситуации тотальной катастрофы. И очень важно, кстати, чтобы вот эта катастрофа, которая скорее всего будет носить и внешний характер тоже, потому что вспомним, что в 80-е годы все-таки было военное поражение в Афганистане. Это не оккупация страны, это не разгром военный, но это психологический удар, от которого коммунистический режим оправится не мог. Так вот, совокупность путинского поражения во внешней политике, и чем скорее случится, тем лучше, с нарастанием кризиса внутри, должны привести к ситуации, когда другого выхода, как двигаться уже вперед без Путина, не будет. Как это произойдет, я не знаю. И те, кто пытаются сказать, что они знают, как это будет, и что мы обязательно должны найти какую-то вот правильную демократическую власть, они тоже лукавят, потому что на сегодняшний день, я повторяю, мы имеем дело с ситуацией, в которой, в общем, надо избегать там просто матов два хода, а не думать о том, как мы выстроим там пешечную структуру в Эльшпин. Ну, слушай, я уж не знаю, можно ли относиться к политике как к шахматам, Виктор Леонидович, может быть, вы еще что-то возразите. Получается, что сценарий, чем хуже, тем лучше, он вот, ну, для нашего собеседника приемлем, для вас, видимо, нет. Опять же, вот, лягушки не подходят, тогда что? Объединение Яблока и Парнаса в сотый раз обсуждать будем? Объединение Яблока и Парнаса для того, чтобы создать в Государственной Думе фракцию, которая с Думской трибуны будет обращаться к обществу, это очень бы неплохое дело, если бы это удалось сделать, потому что объединенные, консолидированные силы Яблока и Парнаса, которые, я это непрерывно отвержу, надо отложить все наши прошлые и нынешние расхождения, они второстепенные по отношению к тому, о чем справедливо говорит Гарри Акимович. Наш режим, его характер, его политика, его действия и так далее. Агрессия, оккупация. Агрессия, оккупация и так далее, все это справедливо. Так вот, объединение, создание в Думе такой фракции, которая могла бы делать то, что делает в Думе один Дима Гудков, и то это заметные события, и то это фактор. Я с большим уважением отношусь к этому человеку. Я считаю, что появление не одного человека, а, скажем, фракции, если был преодолен 5-процентный барьер, то это уже порядка 12-15 человек плюс одномандатные округа. Вот появление такой фракции намного оказало бы влияние. Привело ли бы это к смене власти? Да нет, конечно. А может быть, нам нужно думать совершенно о другом? Смотрите, вот Кадыров все время угрожает оппозиционерам, год назад убит Борис Немцов, тональность средств массовой информации или дезинформации режима, она стала все более злобной, некоторые говорят, что вот раз оппозиционная сейчас пресса стала писать о всяких похождениях детей Путина и его жены, то он сейчас совсем разозлится и перейдет к самым жестким репрессиям. Может быть, впереди просто новый 37-й год? Я не думаю, что 37-й год, потому что 37-й год это в значительной мере огонь по своим, а эти люди, которые обзавелись вилами, недвижимостью за границей, которые детей там держат. и второй год, по чужим огонь. Дело то, что может происходить определенное ужесточение, я этого не исключаю. Но, кстати, сказать, очень хорошо, что вы мне что упомянули Кадырова. Мне кажется, что не надо сбрасывать со счетов ту возню, которая происходит в самой далекой от нас составляющей, в силовой составляющей. Я думаю, что Кадыров ненавидит федеральные силовые службы. Недаром он отдавал приказ стрелять в тех, кто вторгнется на территорию Чечни. Люди, которые пытаются что-то там сделать с Кадыровым, я думаю, глубоко ненавидят к нему. И борьба между в равной степени мягко говоря отвратных для меня группировок, она тоже расшатывает режим и может оказаться известным фактором. Хотя, конечно, не главное. Хорошо, давайте мы еще Гарри Каспар вас просим, а вы исключаете возможность жестких репрессий массовых в России? Вы же находитесь вне России? Власть контролирует выборы на уровне муниципалитета. То есть представить себе, что Чуровский цикль, неважно, кто его будет возглавлять, насчитает, если, как говорится, эти голоса будут набраны, необходимое количество голосов для того, чтобы 10, 12, или сколько там независимых депутатов появились в государстве. Думы просто невозможны, потому что сегодня власть в России устроена по-другому. Это место для Лугового, для Низулины, для Яровой и так далее. И поэтому пытаться снова возбуждать какие-то надежды на то, что выборные процедуры приводят к каким-то позитивным сдвигам, естественно. Гораздо важнее нелегитимность режима. Режим нелегитимен, флаг легитимен, Путин нелегитимен. И вот именно это страшит режим больше всего. Надо исходить из того, что за 16 лет своей деятельности путинский режим, он достаточно удачно научился маневрировать, отводя потенциально протестные угрозы в сторону и концентрировал внимание людей на каких-то вещах, которые не представляют прямого вызова существующему порядку вещей. И поэтому любая попытка играть на этой территории обречена на неудачу и власть после 16 года также будет разводить разговорами о 18 годе, о президентских выборах так называемых, о том, что свобода лучше не свободы и будет продолжаться сказка про белого бычка, хождение по кругу. Все-таки а тогда что делать? Создавать вы предлагаете какие-нибудь забастовочные комитеты или еще что-то? Или ждать? Отсутствие хороших ходов не означает, что делать надо плохие. На самом деле надо прекратить делать вид, что этот режим является легитимным и что мы пытаемся что-то изменить внутри него. Внутри него ничего не меняется. На самом деле надо вести, я согласен с Виктором Леонидовичем, просветительную работу по мере тех возможностей, которые у нас есть. Люди должны понимать, что только в постпутинской России возможны перемены. внутри путинского вот путинской структуры, которая появилась, внутри нынешнего диктаторского режима, никакие микроскопические подвижки, которые в итоге приведут к появлению такого качественного продукта под названием масла, они сколько там не бей ножками, они не будут работать. хорошо, но вы может быть рассчитываете на то, что западные санкции, давление и прочее изменят ситуацию в России, но вот с другой стороны мы видим сейчас большое количество разнообразных визитеров едет к Путину, там и вице-премьер Австрии, премьер Баварии, Генри Киссингер, и все похоже с мечтой о каком-то мюнхенском сговоре. А вот здесь давайте я поговорю о том, что знаю очень хорошо. Эти визиты были подготовлены работой российских системных либералов. Кудрин с его командой проводит колоссальную работу, потому что прорвать эту блокаду эта работа не видна внешне, о ней не говорит российская телевидение, но она гораздо важнее, чем действия ведомства Шойгу или Бортникова, потому что работа идет постоянно, и именно через вот эти контакты реализуются попытки прорыва блокады, и введение Путина обратно как бы в клуб руководителей цивилизованных государств. И это все после публикации уже судебного отчета об убийстве Литвиненко, это после сбитого самолета малазийской авиакомпании. То есть вот после всех этих преступлений тем не менее на Западе продолжает формироваться силами российских системных либералов точка зрения, что все равно Путин это единственный возможный выход. Без Путина будет хаос, будет катастрофа, поэтому иметь дело надо именно с ним. Потому что Путин, я думаю, прекрасно отдает себе отчет. Дальнейшее ухудшение экономической ситуации может сделать неэффективной любую, даже самую отмороженную пропаганду. Именно поэтому такие усилия предпринимаются для того, чтобы санкции были сняты, для того, чтобы элита не задумалась о том, что царь не настоящий и не может больше гарантировать безопасность их авуаров на Западе. Поэтому с такой отчаянной решимостью путинский режим боролся со списком Магнитского, всячески препятствует сначала его прохождению, а теперь устраивает постоянно демарши, когда в этом списке в американском появляются новые и новые фамилии. Виктор Леонидович, ну я думаю, что у вас есть определенные возражения, только коротко, если можно, все-таки вот это отсутствие хороших ходов не надо делать плохие. Значит, во-первых, значительная часть последнего выступления моего уважаемого оппонента была посвящена критике системных либералов. Ну, ко мне и к той позиции, которую я защищаю, это не относится. Я не сторонник этих людей. Я их наблюдаю так же, как я наблюдаю других особей в правящем лагере. Это первое. Теперь второе, главное. Я не думаю, что переход от путинского режима к послепутинскому есть некое одномоментное событие. Я думаю, что это более или менее длительное процесс. То есть переходный период. В этом длительном процессе, в переходном периоде, отнюдь не обязательно, откуда-то как, понимаете, бокс ВООВ появляется, или Афродита из пены морской, появляется некое прогрессивное правительство, которое реализует программу Гарри Гарри Кимович. Я не верю в то, то есть, если бы это произошло, я первым был бы сторонником этого, и все, что от меня зависело, я бы поддерживал бы. Но беда-то в том, что это все длительный процесс. И полутора лет, кстати, которые в одной статье упоминает Гарри Якимович, до учредительного собрания явно не хватит для того, чтобы преобразовать этот режим. Что же касается вот этого правителя или правительства, то так и вырисовывается за спиной этой концепции Павел Иванович Пестель с его идеей преобразования России. Есть совершенно замечательное, я не имею времени, я принес с собой томик Давида Самойлова. Есть совершенно замечательные стихи Анна Пушкин и Пестель. Если Гарри Климович забыл это, я очень рекомендую, он получит большое удовольствие, прочитав этот памфлет, это представление о революционализме, который решает дело. На самом деле, процесс перехода чаще всего, это процесс медленных частных изменений. Вот на эти частные изменения и надо ориентироваться. Гарри Климович говорит, не надо делать плохие ходы. Тут опять же два варианта. Или вы просто уходите из игры, не участвуете в ней, это вариант тоже. Или вы ищете хорошие ходы. С точки зрения Гарри Кимовича, те ходы, которые предлагает моя партия, те ходы, которые мне кажутся правильными, это плохие ходы в плохой ситуации. Но других ходов я не вижу, и, к сожалению, их мой очень уважаемый оппонент не предварительно. Гарри Кимович, у нас минута до окончания эфира. Вопрос простой. Ну, хоть один ход, не Е2, Е4, вы можете предложить сейчас тем, кто находится в России? Давайте вопереку все-таки о плохих на это плохая позиция в результате большинственных потому, что она подходит к моменту начала деятельности и она ухудшалась постоянно, постепенно. власти ходов за неимением других порядочных тухл. Мне кажется, единственным разумным действием в этой ситуации является полный бойкот структуры власти, власти, диктаторской власти. Ну, мы вас, в общем, поняли. То есть, бойкот и все. Буквально секунда. К сожалению, в существующей ситуации бойкот будет просто незамечен, как он неоднократно не замечался, ни на Западе, ни здесь в России по отношению к тем людям, опрос которых производился на улице, ни по отношению к власти. Ну, что ж, мы закончили нашу дискуссию между Виктором Шеннисом, представителем партии Яблока, известным российским демократом Гарри Каспаровым, вел эту передачу Михаил Соколов. Ответов на все вопросы мы не получили. Естественно, время покажет, кто был прав. Боюсь, пройдет много времени до этого. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова